В России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий казачества. В Листе прошел Круглый стол по этой теме с участием представителей Калмыцкого казачьего округа, духовенства, а также учеников казачьих классов и кадетского казачьего корпуса. Отмечу, что Круглый стол прошел в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу. По словам атамана Калмыцкого казачьего округа Эрдни Манжикова, памятные мероприятия проводятся в первую очередь для подрастающего поколения и в целях военно-патриотического воспитания. Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы осталась память, сохранилась правда о этой трагической дате. Не для того, чтобы разделять общество на красных и белых. Мы прекрасно понимаем, что гражданская война – это была общая трагедия нашего народа. Но не помнить о ней, не сохраняя эту память, не передавая ее нашим детям, мы не можем говорить о правдивой истории. И эту историю наши дети должны знать. Геноцид казаков был инициирован большевиками в 1919 году. Одних только донских калмыков насчитывалось более 32 тысяч. В ходе репрессии пострадало около половины. Также расказачиванию подверглись уральские, оренбургские, терские калмыки и другие. В целом, точных сведений об общем числе пострадавших калмыков в результате репрессии нет. Всего же в Российской империи до революции казаков насчитывалось около 5 миллионов человек. И в результате репрессии было уничтожено более 2 миллионов. Точная цифра о количестве репрессированных, расстрелянных и посаженных, кто погиб в сальских лагерях, точной цифры нет, потому что полные исследования не проводились. Профессор Константин Николаевич Максимов, конечно, проводил кое-какие исследования, изданные научные труды о репрессиях самой калмыкии. А именно по составу в казачьих войсках, которые были репрессионны, именно таких конкретных исследований не проводилось. Это задача будущего ученых Калмынского государственного университета и Калмынского научного центра.